Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря. Отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Это данные по рынку труда США, поэтому можно рассчитывать на какую-то интересную динамику доллара, тем более, что в рамках этой недели этих релизов, которые могут повлиять на перспективу доллара, не так уж и много. И рынок труда – это один из составляющих компонентов, которые, в принципе, влияют на будущее решение Федеризирова по ключевой процентной ставке и на намерение американского регулятора продолжать проводить ограничительную политику, которая у нас ссоциируется с идеей роста американского доллара. Помимо этого, сегодня нас ожидает еще один день выступления Паула, который состоится в 19.00 по GMT. И до этого в 17.30 по GMT ждем выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Напомню, что некоторое время назад, выбирая между индексом доллара и парой евро-доллара, мы пришли к выводу, что сейчас лучше сфокусироваться на американском долларе, американской валюте, дождаться, пока доллар встанет на ноги, выйдет новым локальным максимумом, потом уже добавлять евро, потому что евро-доллар и индекс доллара показывают очень высокую степень корреляции между собой. Индекс доллара текущей котировки 105.35. Никаких значимых макроэкономических отчетов и в этой связи мы с особым вниманием сейчас обращаемся к комментариям представителей американского регулятора, потому что в любом случае все они пытаются со своей стороны объяснить будущее действия Федрезерва. К кому-то мы прислушиваемся особенно, потому что понимаем, что ряд чиновников обладает авторитетом и может быть транслятором идеи голосующего комитета, американского регулятора. Как ранее говорил о главе Миннеапольса Нила Кашкари, который поддержал идею того, что еще рано отказываться от той жесткой политики, которую проводит американский регулятор. Причем Кашкари дал понять, что он не против дополнительного повышения ключевой процентной ставки и считает, что это все еще возможно и реально. Я на самом деле полагаю, что ставку американский регулятор, конечно же, не повысит, но, наверное, должно произойти что-то совсем неожиданное. Например, значительный рост цен на нефть выше 100-110 долларов за баррель по бренду, что подстегнет рост инфляции, заставит не только Федрезерва снова применять не такие традиционные и непопулярные меры борьбы с ней, как более жесткая монетарная политика. В этой связи моя точка зрения, то, что американский регулятор оставит пока что ставку на уровне 5,5%, но она будет находиться на этой отметке очень долгий промежуток времени. Я думаю, что даже до середины следующего года мы с вами не поднимем вопрос потенциального смягчения экономической политики. Будем постоянно находиться в таком тонусе, ожидая, а какие еще решения может принять американский регулятор для того, чтобы поспособствовать еще большему снижению инфляционного давления. Кстати, аналитики JP Morgan считают, что ставка американского регулятора останется на отметке 5,5% до, собственно, конца следующего года. Вот это уже ближе к реальности, я разделяю такую точку зрения, хотя думаю, что, наверное, до третьего квартала следующего года. Другие представители американского регулятора, которые высказались накануне, это Мишель Боуман и Лори Логан. В принципе, та же самая позиция, что политика должна оставаться ограничительной, потому что это единственный, по сути, инструмент Федрезерва, который сейчас влияет на экономические условия в стране. И много раз я уже подсвечивал тот факт, что действительно сейчас, как бы это странно ни звучало, но задача власти охладить экономику, потому что только лишь охлаждая экономику, можно влиять на прогрессирующий, растущий рынок труда, где одним из компонентов является повышение заработных плат, что уже воздействует на инфляцию. Чем сильнее сейчас удастся охладить экономику, тем больше будет создано условий на перспективу для последующего снижения инфляционного давления. Вот этой задачи пока что американские регуляторы придерживаются. Поэтому можно обойтись без повышения ставки, но нельзя обойтись без факта сохранения ставки на высоком уровне. Отсюда, в принципе, снова приходим к тому, о чем я сказал, что высокая ставка – это всерьез и надолго. Сегодня ждем еще один день выступления Паула. Надеюсь, что в этот раз его риторика будет более приближена к рыночным реалиям, и Паул сможет дать нужный сигнал для покупателей. Поэтому давайте дадим ему еще один шанс повлиять на динамику доллара, на рыночное настроение и помочь покупателям выйти на новые локальные максимумы выше 105,50 по индексу доллара и даже поближе к отметке 106 пунтов. Золото – 1948 долларов за тройскую унцию. Смотрим на рыночный сентимент. Пока что снова нет хороших качественных сигналов. 60 на 40 сейчас распределение сил, 60 покупок, 40 меньшинство. Но недостаточно для принятия еще решений, потому что 60-40 – это не такие экстремальные значения, к которым мы ранее уже привыкли. 70-30 или даже 80-20. Поэтому давайте смотреть со стороны за тем, что происходит с золотом, но начинать уже всерьез копить силы для последующего открытия длинных позиций. Потому что на самом деле сигналов для роста золота будет достаточно. Это геополитика, о которой мы много раз уже говорили. Это активность со стороны частных инвесторов. На основании данных Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Последний отчет – действительно прирост был зафиксирован количеством спекулятивных позиций. Центральные банки проявляют интерес к золоту и активно наращивают запасы физического золота. В частности, в третьем квартале было куплено 337 тонн золота. В результате общий показатель в рамках этого года достиг 800 тонн. Это много. Это примерно на 15% больше, чем было за аналогичный период, если говорить про третий квартал прошлого года. И эта тенденция роста запасов, в мой взгляд, сохранится. Евро против доллара 1,0710. Вчера мы следили за данными по уроничным продажам еврозоны. Наверное, комментарий с моей стороны о том, что эта статистика снова ручерована, будет лишним. Потому что мы и не рассчитывали на то, что уронница может оказаться на хороших значениях. Минус 0,3% в месячном выражении, в годовом минус 2,9%. И здесь, на самом деле, скрывается довольно серьезная проблема. Мы наблюдаем за падением уроничных продаж, что в целом может быть следствием того, что цены очень высокие. Скорее всего, это так и есть. Снижается уровень жизни, но все это происходит в преддверии новогодних, рождественских праздников. Думаю, что настоящая боль для предпринимателей будет еще впереди. Что, конечно же, еще больше надавит на показатели экономического роста и восстановления. По опросу Reuters, последнему потребители уверены, что в перспективе ближайшего года инфляция будет топтаться в районе 4%. Это существенно выше, чем вообще мог подумать Европейский центральный банк. Фунт против доллара 1,2286. Вчера ждали выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, который ничего нового не сказал. В принципе, он взял за основу формулировки главы американского регулятора Джерома Пауэлла о том, что ограничительная политика будет оставаться в силе до тех пор, пока не удастся достичь цели по инфляции. По версии Бейли, цель по инфляции 2% будет достигнута в течение двух лет. Это, конечно же, абсолютно нереалистично, учитывая, что сейчас инфляция в Англии находится на уровне 6,7%. Но если все-таки вернуться к тому, что было сказано Бейли, это значит то, что даже в перспективе ближайших двух лет, пока инфляция будет выше 2%, Банк Англии будет удерживать ставку на текущих уровнях, как минимум, очень высоких, 5,25%. И это, разумеется, будет дальше топить экономику, потому что при такой ставке очень тяжко приходится и потребителям, и промышленному сектору, в сфере услуг, и рынку недвижимости. Цели по британской валюте 1,22 и 1,20 долгосрочные. Ждем в пятницу, когда выйдут данные по ВВП за третий квартал, там прогнозируется снижение на 0,1%. Вот эта статистика может притопить позиции британского валютного актива. Австралийцы против доллара. Здесь у нас лонговый сценарий, потому что ждем отработки решения Резервного банка Австралии по росту процентной ставки 0,6415, цель 0,65. Сегодня с азиатской сессии австралийцы подрастают. Надеюсь, что эта тенденция будет сохранена. И рынок нефти пока что разочаровывает 79,61 доллара за баррель. Очень сильно просила нефтянка за последние дни. И игнорируется всяческий фундаментальный фон. Но нужно признать, что сегодня на нефть надавили данные по инфляции в Китае. Я очень рассчитывал на то, что эта статистика поможет нефтянке. Но данные разочаровали. Снижение в месячном выражении на 0,1% инфляции. В годовом минус 0,2%. Прогноз предполагал снижение на 0,1%. Поэтому какой-то диссонанс, резонанс негативный, думаю, сохранится вплоть до конца этой недели. Поскольку нет больше поводов, чтобы сменились настроения. Но там уже все-таки будем цепляться за идею того, что дефицит предложения на фоне совместных усилий действий России и СССР по сокращению производства нефти станет все же доминирующей идеей. Поможет котировкам рента и WTI восстановиться. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.